А сейчас о новой тенденции большого бизнеса, точнее о хорошо забытой советской. При строительстве крупных промышленных объектов одновременно возводить и социальную инфраструктуру. Багучанское энергометаллургическое объединение на севере края готово строить в поселке Таёжный детские сады, школу и жильё. В поселке Таёжный в Багучанском районе второй по численности около 5000 человек населения живёт за счёт лесозаготовок. Но своё будущее и жители Таёжного, и власти связывают с работой Багучанского алюминиевого завода. Территория, хотя и не бедная, но не в состоянии решить проблемы с социальной и коммунальной инфраструктурами. Детских садов, конечно, не хватает. Сейчас надеемся, что при запуске алюминиевого завода они в любом случае будут строить у нас детские сады. Нагрузка в любом случае уменьшится. Есть понимание у нас руководства алюминиевого завода. Наше население будет работать на алюминиевом заводе. На сегодняшний день уже порядка 150 человек подали в свои резюме и будут обучать на Саиногорском алюминиевом заводе. Потом будут перевозить сюда и здесь будут работать. Инвесторы Багучанского алюминиевого завода планируют в ближайшее время возвести здесь жильё, школу, реконструировать больницу и заново отстроить инженерно-коммунальные объекты. В 2011-м само предприятие выделило две новых квартиры для семей учителя и врача. В этом предоставило почти на миллион рублей материалов для благоустройства дорог в посёлке. Во всём этом трезвый расчёт. Для запуска завода на полную мощность требуются квалифицированные рабочие руки, не менее 2,5 тысяч человек. А привлечь людей можно, только создав им комфортные условия. Краевые власти решили поддержать инвесторов. В первом чтении депутаты ЗАГС Собрания одобрили предоставление льготы по налогу на имущество. Как только они заработают, бюджет Красноярского края увеличивается. Но по несопоставимым суммам даже по размерам это льгот. То есть в этой ситуации Красноярский край делает шаг навстречу инвесторам, для того, чтобы они довложились, построили свои объекты, чтобы они получили дополнительные средства в бюджет. По мнению депутатов, такая схема оптимальна, бюджет дефицитный. А инвестор в счёт будущей льготы соцобъекты готов строить уже сейчас.